Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре 13 апреля вот и началась новая рабочая неделя. Несмотря на пасмурную погоду с утра, желаю вам прекрасного настроения. Сейчас время течет как в детстве, медленно, неспешно. Нам подарена возможность наконец-то остаться наедине со своими чувствами и мыслями. Именно сейчас мы можем проводить больше времени со своими близкими и родными. А если они далеко, то интернет нас близит. Не отчаивайтесь. Скоро эта ситуация изменится, и мы будем по-прежнему встречаться, обниматься. Может, мы даже устанем от гаджетов и, сидя рядом, будем смотреть не в экран телефона, а в глаза друг другу. Желаю всем доброй, светлой, радостной недели с хорошими новостями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok они пытаются поднять настроение и поддержать друг друга в условиях самоизоляции. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Весна, пора цветения, романтики и журчащих ручьев. Но для опытных садоводов и огородников это сезон посева овощей, высадки деревьев и кустарников, подготовки теплиц, внесение удобрений в почву и в целом уборки на участке. А еще долгожданная пора для дачников. Как вырастить большой урожай летом на даче, как правильно ухаживать за растениями, полезными лайфхаками. Сегодня с нами поделятся гости нашей передачи. Есть у нас звонок по скайпу сейчас в данный момент. К нам должна дозвониться Елена Константиновна Уланова, дизайнер-флорист, а также председатель общественного объединения Уральское городское общество садоводов и огородников Андрей Зазеров. Мы будем ждать их сейчас звонков по скайпу, а если у вас есть какие-то вопросы к нам, к нашим гостям по данной теме, то вы можете написать их на номер ватсапа 837-264-15 или же позвонить на прямой эфир 28-58-69. Так что будьте активными, дорогие друзья, мы ждем ваших звонков и ваших сообщений. Что-то у нас сейчас со связью, но я думаю, что сейчас обязательно дозвонится наш гость. Будем ждать. Пока зачитаю сообщение от наших телезрителей. Пишет сейчас Кайрата, спасибо вам за передачу, за то, что вы поднимаете нам настроение в такое непростое время. Сейчас на карантине я нахожусь дома, занимаюсь со своими детьми, больше удивляю внимание своим родным и близким. Передача очень подняла наше настроение. Благодарим вас и желаем съемочной группе только успехов и удачи. Следующее сообщение у нас от телезрительницы Марины. Добрый день, дорогие, дорогая команда Куншуак. Хотим пожелать вам только вдохновения и позитива. Спасибо, что радуете нас своими эфирами. И вам спасибо за такие пожелания. Сейчас у нас есть уже звонок по скайпу. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Константиновна, мы вас видим. Как ваше настроение? Хорошее весеннее, но немножечко погодка так это назад забирает. Да, сегодня погода нас, конечно, порадовала снежком в апреле. Скажите, пожалуйста, Елена Константиновна, вы сейчас где находитесь? Я нахожусь у себя в участке, на питомнике, в крестьянском хозяйстве Улановых. У себя на питомнике. У нас тоже есть тут такая демонстрационная площадка, где у нас растения растут, про которые мы можем говорить, показывать нашим клиентам. Ну вот как раз про растения мы хотели спросить у вас. Вот сейчас, весной особенно, бывает так, что хвойное растение нуждается в нашем уходе. То есть они начинают засыхать и желтеть. Вот какие вы дадите советы, полезные лайфхаки для наших телезрителей? Как за ними правильно ухаживать? Какие мероприятия должны быть проведены вовремя, чтобы не столкнуться с такой проблемой? Да, конечно, вот пользуясь случаем такой передачи, мне бы хотелось рассказать немножко некоторые нюансы, показать на хвойниках, потому что растения у нас люди покупают, но с ними бывают проблемы. И они все время хотят, ну как скажем, сказать, что плохие саженцы. Хотя это совсем не так. За растениями, за хвойными, вот эти вот туи, они у нас второй год всего сидят на участке. И вот если поближе можете посмотреть, у нас тоже есть такие вот, как скажем, желтеющие части этого растения. Но что хочу сказать, туи и вообще хвойники, вот когда они начинают желтеть, это одна из причин, это ржавчина, которую надо, можно, средствами борьбы, можно какими-то опрыскивать, опрыскивать такими составами, которые потом в дальнейшем, значит, уберут эту ржавчину, и растение будет здоровым. И особенно это важно сделать весной, потому что с зимы они вышли, вот, и у них появляются вот такие вот немножечко, ну, во-первых, нужно вот это вот все здесь, все рыжие части отмирающие, потому что у туи, например, так же, как и у сосны, у елки, у нее живые только наружные, там, трех-пяти лет приросты, а внутри они отмирают, и они, естественно, засыхают, на них может накапливаться всякие болезни. Вот поэтому нужно вот это вот, желательно, внутри все это, все-все-все, все это нужно будет вот так вот убирать и обрабатывать препаратами, которые, значит, убирают эту болезнь, ржавчин. Это медные препараты, фунгициды, в основе, чтобы была обязательно медь, медные препараты. И они очень хорошо действуют. Мы на своих растениях это уже испробовали, и советуем всем садоводам на своих участках вот такую процедуру весеннюю проводить. Спасибо, Елена Константиновна. А как сами проводите время на карантине? Наверное, все время со своими растениями, с цветами. То есть вам наверняка некогда скучать. Больше, больше, да, больше сейчас времени проводим именно у себя на участке. Уже никаких мыслей куда-то ездить. Но с другой стороны, растения, они любят, ждут нас. Наверное, вот такое время пришло, когда мы им еще больше внимания будем уделять. Также и дачникам, которые сейчас есть возможность выйти и занять себя ходом за растениями. Спасибо, Елена Константиновна. Хорошего вам урожая и только успеха в вашей работе. Какие ваши будут пожелания всем нашим телезрителям, которые смотрят сегодня нашу передачу в прямом эфире? Я очень хочу пожелать всем телезрителям красоты душевной, которую они могут с любовью поделиться своими растениями, которые у них на участке. Это повышает настроение, дает такой оптимизм и такое желание жить. И когда у тебя еще на участке все цветет и красиво выглядит. Спасибо, мы тоже вам желаем. Будьте на природе, на своей природе, там, где вы в безопасности находитесь, и общайтесь с природой. Все будет хорошо. Благодарим, Елена Константиновна. Мы тоже желаем вам только вечной красоты и цветения. Берегите себя. Что ж, мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, средства нашей связи 285869, номер прямого эфира и номер ватсапа 83726415. Я хочу зачитать следующее наше сообщение от телезрительницы Анночки. Здравствуйте, Лаура и телеканала «Гжаик». Спасибо вам за ваш труд, интересные темы и советы, которые вы нам дарите изо дня в день. Здоровья вам и творческих успехов. Мы тоже вам желаем, Анна, всего самого наилучшего. Спасибо, что остаетесь нашим постоянным верным телезрителем нашей передачи Куншуах. Если у нас следующий звонок по скайпу, мы должны связаться еще сейчас с одним человеком именно по данной теме. Дача, весна, пора, цветение, пора, дача и огородов. Ну а пока давайте послушаем нашу музыкальную композицию. А далее мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА